Привет, дорогие мои друзья! Коробочку эту я уже приоткрыл. Здесь у нас находится усилитель D-класса с Bluetooth-модулем со встроенным. Это трехканальный усилитель. Здесь два канала по 50 Вт и один канал для САБА 100 Вт. Такой усилитель мы с вами разыгрывали как-то в конкурсе, но распаковки еще не было. Вот решил заказать и посмотреть, что это такое. Более слабенький подобный усилитель мы с вами уже распаковывали вот в этом вот видео. Кто не видел, можете посмотреть. А это старший брат, то есть он у нас с вами немножечко помощнее. Питается напряжением от 18 до 24 Вт, то есть выход на правый и левый канал и на сабвуфер здесь есть. Bluetooth-модуль, как вы можете видеть, припаян. То есть классная вещица, очень маленьких размеров. Вот смотрите, с рукой сравниваю. Вот так вот он у меня практически на ладошке размещается. Маленький, мощный, можно подключить две колоночки, сабв и очень громко будет играть музыка. Давайте распакуем его, снимем пленочку, попробуем подать на него напряжение, зацепить колонки. Здесь у нас имеется два радиатора алюминиевых, приклеены они термоклеем на микросхему усилителя. Вид платы с другой стороны, от флюса вроде бы все отмыто, все здорово и замечательно. Монтаж, хорошие уплаты, все качественно припаяно. Смотрите сами, все ровненько, все элементы на своих местах стоят. В регулировочке у нас с вами здесь подписанный уровень саба регулируется, высокие частоты. Это у нас отдельно, видимо, громкость на вот эти два канала, а вот это отдельно на саб громкость. И общий уровень громкости, чтобы регулировать общую громкость всех каналов. Ну и как раз под рукой у меня оказался аккумулятор на 24 вольта, мы его с вами сегодня вот здесь вот распаковали. Поэтому, кто не видел, обязательно посмотрите. Давайте подключим аккумулятор. Подключаем. Ничего паять не нужно. Прямо разъем от нашего паяльничка Т100 сюда подходит. Отлично. Загорается индикация, которая свидетельствует о том, что усилитель под напряжением. Давайте теперь возьмем телефон и попробуем законнектиться с Bluetooth модулем. Так, давайте его выключим, потому что усилители D-класса без нагрузки лучше не подключать, могут сгореть. Подключил колоночки, сюда я подключил центральный канал от своих BBK колонок, а сюда левый и правый каналы. Давайте я сниму сейчас камеру и покажу вам, как все это выглядит. Вот так вот со стороны все это выглядит. Не обращайте внимания, у меня тут творческий беспорядок. Такое бывает, когда за раз снимаешь большое количество видео. Кстати, друзья мои, недавно тут со мной такая ситуация не очень хорошая приключилась. Я спаял для вас наборчик для сборки. Вот он у меня здесь лежит. Наборчик на SMD компонентах. Очень долго старался, паял, смонтировал видос. Хотел его выгрузить и вдруг мне понадобилась загрузочная флешка. И вместо флешки я отформатировал диск с этим файлом. Вот так вот припаиваются все элементы. Проблема этого набора была в том, что продавец не скинул схему. Но потом, в конце концов, через неделю я ее раздобыл. То есть я очень много времени потратил на пайку этого набора, потому что у меня не было схемы. Подали питание на часики. То есть здесь у нас отображаются минуты и через какое-то время появляются секунды. Вот это часы, минуты. Пока горят часы, минуты, у нас с вами зеленый вот такой вот бегунок перемещается, который тоже указывает на секунды. Потом появляются секунды. Появились секунды. Вот они идут. А вообще наборчик прикольный. Часики мне понравились. Ссылка будет в описании. Ну а теперь давайте вернемся к нашему с вами усилителю. Колонки подключили. Подаем питание. Загорается у нас красненький светодиод. Что-то пищит уже в колоночках. У меня здесь куча всяких устройств. Даже не знаю, как называется этот. Ну, наверное, вот в других устройствах, которые определились. Давайте пробуем подключиться к нему. Да, все, угадали. Теперь давайте попробуем включить Apple Radio и послушать какую-нибудь музыку. Усилитель просто нереально гром. Конечно, вы это услышать не сможете, потому что камера убавляет громкость автоматически. Но, поверьте, это очень громко. Но нас с вами интересует еще, какой ток потребляет этот усилитель. Потому что я-то планирую использовать его в каких-то портативных целях. Ну, к примеру, взять с собой на природу, взять вот аккумулятор и посмотреть, сколько он сможет проработать от этого аккумулятора. Потому что усилитель D-класса потребляет мало. Теперь давайте возьмем токовые клещи, подключим и измерим ток, который потребляет этот усилитель на громкости, приближенной к максимальной. Хип-хоп мне что-то не очень нравится. Давайте какой-нибудь рок послушаем. Интересно получается, в режиме покоя потребление оно практически такое же, когда мы слушали с вами рок. Но зато, когда мы слушаем хип-хоп, в пиках доходит аж до 3 ампер. Ну, потому что много низкой частоты, она, естественно, очень много энергии потребляет. В общем, вывод какой? Если слушать какой-нибудь рок, то можно час вот от такого маленького аккумулятора на полную наваливать на этом усилителе. И на час его реально хватит. По идее, если едете на природу, то можно взять источник питания и побольше. В целом, хороший выбор. Рекомендую. Все ссылки будут в описании. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам удачи, добра, позитива, хорошего настроения. С вами был Александр. Пока-пока. Если использовать его где-то в цирке, в театре, например, я думаю, что отличная штуковина. На самом деле, все будет видно четко. Здесь у нас с вами есть две регулировки. Вот здесь вот фокусировочка. И одна из вот этих вот частей тоже вращается. Все на самом деле.